Болезнь благополучия, так часто называют желчнокаменная болезнь, из основных факторов ее провоцирующих. Поговорим об этом, а также о диагностике и лечении с врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением ВСМ-клиника на улице Ярославская Александром Анатольевичем Симаковым. Здравствуйте. Александр Анатольевич, почему в желчном пузыре образуются камни? Как известно, желчный пузырь выполняет накопительную функцию и желчь, которая накапливается в желчном пузыре, она содержит определенные ферменты, способствующие пищеварению. Если желчный пузырь нарушает свою функцию, работает недостаточно хорошо вследствие систематического нарушения питания, употребление острых продуктов, жареного, сладкого, соленого, копченых продуктов, то в желчном пузыре образуются камни. Также важными факторами образования камней в желчном пузыре являются ожирение, наследственность и прием некоторых гормональных препаратов. Пациенты какого возраста обращаются с этой проблемой чаще всего? Чаще всего образуются камни у женщин в возрасте от 40 до 70 лет. У мужчин эта патология встречается реже. Связано это прежде всего с гормональным фоном. Какие симптомы у желчнокаменной болезни? Чаще всего при желчнокаменной болезни возникает боль в верхних отделах живота, особенно в правом подреберье. Часто пациенты не знают о том, что у них есть камни в желчном пузыре и на приеме к врачу при выполнении тазвукового исследования это является новостью. Но боль возникает уже тогда, когда камни начинают нарушать отток желчи из желчного пузыря, возникает приступ, что вынуждает пациентов обращаться к доктору. Если камни не беспокоят, нужно ли что-то делать? Если камни не беспокоят, то можно применять выжидательную тактику, но каждый случай он оценивается индивидуально. Все зависит от размера камней, размера желчного пузыря, количества камней в желчном пузыре. Симптоматика может быть минимальной, камни не всегда вызывают острые приступы. Часто проявление заболевания начинается с тяжести в верхних отделах живота, вздутия живота при небольшой погрешности в питании. Это может быть таким начальным проявлением наличия камней в желчном пузыре. Можно ли удалить камни, а желчный пузырь оставить? На настоящее время удаление желчного пузыря не приводит к каким-то глобальным изменениям в организме. Организм полностью адаптируется к отсутствию желчного пузыря в послеоперационном периоде. Хирургическая тактика заключается в удалении желчного пузыря вместе с камнями. Сколько времени займет операция и как быстро можно будет вернуться домой? Учитывая то, что в настоящее время используется лапароскопическая методика, через проколы выполняется удаление желчного пузыря, поэтому операция проходит достаточно быстро и реабилитация становится максимально короткой. Пребывание в стационаре занимает один день. Пациентов чаще всего мы на следующий день отпускаем даму. Часто пациенты задают вопрос, какой вид анестезии используется, боятся анестезии. Но на самом деле бояться этого не нужно. В настоящее время препараты используются все самые современные. Эндотрахеальный наркоз позволяет никаких болевых ощущений не чувствовать во время операции. Пациент засыпает и просыпается только тогда, когда операция уже завершена. После операции используются рассасывающиеся материалы, косметические швы накладываются, что позволяет улучшить качество послеоперационного рубца и сделать операцию более эстетичной. За счет того, что патология распространена широко и накоплен большой опыт в лечении желчнокаменной болезни, операция, которая выполняется лапароскопически, дает очень хорошие результаты. Как в функциональном, так и в эстетическом плане. А как протекает восстановление после операции? Что считается нормальным для этого периода и не должно вызывать беспокойство? В послеоперационном периоде могут быть небольшие болевые ощущения. В области проколов это считается нормальным. Наиболее они выражены могут быть в первые часы. Но, как правило, достаточно легко болевые ощущения оккупируются приемом препаратов, которые вводятся в стационаре в первый день. В этот же день пациенты могут вставать, двигаться, ходить, принимать пищу. Каких-то глобальных ограничений по движению не происходит. После выписки можно будет на третий-четвертый день буквально выйти на работу, вернуться к обычному образу жизни. Нужно ли будет поменять рацион питания? Какие продукты лучше исключить? Чаще всего пациенты после операции придерживаются питания по столу номер 5. Преимущественно это отварные, паровые блюда. И исключение острой, жареной, копченой, жирной пищи. Через 3-4 недели можно будет вернуться к обычному рациону питания. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Спасибо. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok